Дорогие друзья, здравствуйте! Рад еще вас всех приветствовать. Меня зовут Артем Гарин. Я являюсь членом Молодежного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая, а также сотрудником Института Востоковедения РАН. Рад вас всех приветствовать на нашей уже четвертой лекции об отечественных исследованиях на берегу Маклая. Как мы помним, берег Маклая — это северо-восточное побережье Новогвинея и также о моделировании экспедиций. Сегодня мы с вами узнаем, как все-таки провести свою научно-исследовательскую экспедицию, благодаря чему вы сможете в дальнейшем организовать уже свое путешествие с командой единомышленников. И хотел бы также сказать, что по окончанию лекции вас ждет один сюрприз, поэтому о нем я объявлю как раз-таки после прохождения материала, поэтому как раз-таки советую готовить свои вопросы. Ну и действительно, Россия и Папуа Новогвинея, они обладают такими весьма дружественными связями, которые как раз начались 150 лет назад благодаря экспедициям Николая Николаевича Миклуха Маклая и доброй памяти на берегу Маклая о русском исследователе. Затем советские экспедиции в 1970-х годах и российские в 2017-2019 годах провели всесторонние исследования на Новогвинеи, вот эти опубликованные материалы, коллекции, собран фактически был вот этот этнографический материал. Все это внесло существенный и большой вклад в изучение традиции и культуры коренных жителей Папуа Новогвинеи и всего этого региона, который называется Океанией. Ну и стоит, естественно, также сказать о Новой Гвинеи. Новая Гвинея — это второй по величине остров на Земле, располагается он в южной части Тихого океана, поэтому также важно сказать, что когда вы будете отправлять заявки в рамках конкурса экспедиции трёх веков, как раз-таки вам нужно отправиться именно на Новую Гвинею, на берег Маклая, в южную часть Тихого океана и не в Африку, естественно, ни в коем случае, главное, не перепутать. То есть культурная и в особенности лингвистическая картина как раз-таки Новой Гвинеи, она довольно пёстрая, там население говорит аж на 867 местных языках, то есть это не диалектов, это прямо отдельный язык, которые, в принципе, подразделяются на папуасские и австронезийские. Сами папуассы — это самое древнее население Новой Гвинеи, первые поселенцы поселились здесь примерно около 40 тысяч лет назад. Основа хозяйства папуассов — это земледелие, то есть это батат, это ямс, которые являются главными сельскохозяйственными культурами папуассов. Ну, естественно, они занимаются свиноводством, охотой и собирательством. Важно также сказать, что Новая Гвинея, как мы уже с вами проходили, была открыта аж в 1526 году. То есть она была открыта за 80 лет до Австралии, на 116 лет раньше Новой Зеландии, но вплоть до конца XIX века. То есть вы представляете, это даже не 200, не 300, это гораздо больше лет. Большая часть этого острова оставалась абсолютно неизученной. И вот всё-таки первопроходцем в изучении как раз-таки стал Николай Николаевич Миклух Маклай. И, естественно, возникает вопрос в процессе подготовок экспедиции и всему такого, насколько всё-таки актуально наследие Николая Николаевича Миклуха Маклай, насколько актуально вообще изучение самих папуасов. На этот вопрос ответил довольно чётко и довольно подробно выдающийся отечественный этнограф Даниил Тумаркин, советский, который руководил этнографическими советскими отрядами экспедиции в 1970-х годах. И он привёл вот такой вот следующий аргумент, как раз-таки вы видите его на этом слайде, что именно на примере бангуанцев, на примере жителей берега Маклай мы можем проследить развитие человеческой цивилизации от каменного века до наших дней. То есть ведь при Миклухе Маклае папуасы не знали, что такое железо, причём это был конец XIX века, и пользовались даже каменными топорами орудия труда. И каждый учёный уже впоследствии, посвящённый в тему изучения Новой Гвинеи, он всегда без раздумий, в принципе, отвечал, что изучение наследия Николая Николаевича Миклуха Маклая, оно нужно и актуально, как для России, где хранятся бесценные и самые объёмные коллекции материальной культуры, там Николая Николаевича, собранные Николаю Николаевичу, дневниковые записи о жизни народа в береге Маклая, но и без преувеличения для всего человечества. Ну и говоря об экспедициях, нам, естественно, сначала нужно разобраться, что такое этнография, что это из себя представляет эта наука. И мы видим, что этнография, прошу прощения, это наука, которая изучает и описывает материальную и духовную культуру народов мира. То есть получается у нас на основе анализа элементов культуры, а этнография даёт нам ответы вот эти на вопросы о происхождении народов, выявляет причины отличия их культурно-бытовых особенностей. Ну и, естественно, конечно, нам нужно было знать, что такое экспедиция. То есть, естественно, экспедиция у нас проводится именно для сбора вот этого этнографического материала. И опять же мы с вами видим, что экспедиция — это путешествие с целью исследования определённого района, в нашем случае это берег Маклая, с целью получения новых знаний и сведений, и изучение как раз-таки любого народа с давних пор проводится как минимум тремя способами. И эти три способа, они стационарные, маршрутные, маршрутные и кустовые. Сейчас я остановлюсь на каждом из них поподробнее. Например, при стационарном способе учёный отправляется к изучаемому народу на довольно длительный период, иногда даже на несколько лет. Он поселяется вместе с изучаемым народом, он живёт его образом с жизнью, можно сказать, что он становится частью этого народа. И это даёт вот эту уникальную возможность собрать ценные этнографические материалы или понять те или иные обычаи, обряды, их смысл, и глубже изучить вот эту повседневную жизнь коренных народов. Яркий пример стационарных исследований подобных — это экспедиция Николаника Ачмиклух-Маклая на северо-восточное побережье Новой Гвинеи. Маршрутный способ. Он у нас применяется тогда, когда проводится первичное знакомство с тем или иным народом. То есть определяется маршрут, и, проходя по нему, учёные фиксируют все вот эти характерные элементы местной культуры, как раз проходя по этому маршруту. И кустовой способ. Это уже применяется, когда нужно провести уже более такое углублённое изучение народа. То есть для этого в маршруте исследования, опять же, определяются населённые пункты, в которых учёные делают длительную остановку и устраивают там базу. Из этой базы они регулярно, ежедневно совершают выезд в близлежащие населённые пункты, которые располагаются в нескольких десятках, может быть, километрах от этой базы, что, естественно, также издаёт уникальную возможность собрать вот этот этнографический материал. И теперь мы с вами подходим как раз-таки к основной части. Это этапы проведения экспедиции. Этнографическая экспедиция у нас делится на три этапа. Это, естественно, подготовка к экспедиции. Это проведение экспедиции сбора этнографического материала. Это, важно сказать, обработка и анализ вот этого представления, собранного в экспедиции вами материала и сведений. И хотел бы опять обратить ваше внимание, например, что все из перечисленных сейчас мной этапов, они одинаково важны. Нет этапа, который менее важен, нет этапа, который более важен. То есть, например, недоработка на одном этапе, естественно, приводит к снижению полезности всей сразу экспедиции, а не какого-то отдельного взятого действия или этапа. Так что это всегда важно знать. И успешно вот эта проведенная экспедиция, она может принести новое открытие, незаменимый жизненный опыт, который вы запомните на всю жизнь. В то время как неудачная экспедиция, она не принесет, с одной стороны, и научных плодов, а с другой может, что еще хуже, нанести вред и здоровью людей, и как раз-таки времени потраченному на этом ресурсов. Поэтому, опять же, важно знать, что каждый этап экспедиции важен. Ну и говоря о подготовке к экспедиции, мы знаем, что, естественно, нужно выбрать локацию, куда вы отправитесь. В нашем случае локация — это берег Маклая, и как раз-таки он используется для моделирования вашего путешествия. Но что делать дальше? И здесь идет как раз-таки на этапе планирования формулировка целей и задач вашего исследования, что играет такую же, опять же, довольно важную роль. Хотел бы сказать, что формулировка цели вашей экспедиции, она всегда должна быть четкой, ясной, доступной для всех участников группы. И, естественно, цель вашей экспедиции, она должна быть достижима. В то же время задачи экспедиции, они уже должны раскрывать вот эти пути и способы достижения цели, и иногда могут соответствовать этапам работы как раз-таки во время вашей экспедиции. И, опять же, в большинстве случаев экспедиционные исследования выполняются группой, то есть они выполняются коллективом у смущенных. И все участники исследовательской группы, например, могут работать над достижением одной цели, или каждый может вести самостоятельное исследование, оказывая помощь своим товарищам, как, например, это делали и в советское время, как мы помним, в советской экспедиции, на современном этапе. И действительно, отправляясь в экспедицию, всегда важно сформировать сполоченную, способную к организованным, совместным действиям, при этом дисциплинированную команду. И, естественно, когда мы с вами отправляемся в экспедицию, у нас есть цель и задача, у нас есть команда. Но нам надо провести информационную подготовку и узнать о предыдущих исследованиях. Мы, например, должны собрать литературу, которая уже написана о выбранном нами районе экспедиции. Какая у этого района история, какая там сейчас современная ситуация, есть ли там доступ к воде, к еде, к снаряжению, что делать в случае утраты снаряжения. То есть подготовить карты, изучить маршруты, разработать вообще способ, как вы туда доберетесь. И как вы как раз-таки оттуда уедете. То есть всё это необходимо учитывать. Ну и, безусловно, перед отправкой в экспедицию надо изучить весь материал, имеющий отношение к этому по вопросу региону, вплоть до деревушки, куда вы собираетесь отправиться, и вся эта информация в основном содержится в архивах, в научных публикациях, в книгах, в журналах, в музеях. Даже можно в интернет-блогах посмотреть. Но главное — понимать важность как раз-таки от семени достоверной именно информации. Ну и, кроме того, благодаря всему этому вы сможете узнать, что было сделано предыдущими исследователями до вас. То есть, может, даже встретиться с ними, как вот, например, сегодня, или, в принципе, изучить результаты их работы и какой опыт они оттуда извлекли, чтобы как раз-таки его и перенять. Именно вот этот подход, когда вы изучаете то, что сделано до вас, изучаете очень тщательно, он и поможет отчасти вам совершить открытие. И если говорить вот о практических моментах, естественно, стоит обратить внимание, например, что во время отправки на берег Маклай в 2017 году Николай Николаевич Миклуха Маклай, директор и основателю фонда Миклуха Маклай, потребовалось аж два года, чтобы собрать вот этот полный, достоверный материал о северо-восточном побережье Нового Гвинея. И также примечательный опыт и самого Николая Николаевича Миклуха Маклай с XIX века. Как он сам писал, как учёные в дальнейшем писали, именно вот это ознакомление его с литературой, с беседой, с перепиской с ведущими российскими, с зарубежными учёными. А именно вот это всё также навело на мысль Николая Николаевича, что запланированные многолетние исследования лучше всего начинать с Нового Гвинея. Как раз-таки огромного острова в океане, который в то время практически оставался неизведанной частью земного шара. Естественно, всё это позволило ему также совершить великое множество открытий. Ну, естественно, важным этапом у нас информационной подготовки в принципе можно считать и составление списков научного оборудования, списков снаружи, снаряжения, личных вещей, которые для себя возьмёт, рационное питание — это что очень важно. И, естественно, продуктовой вот этой вашей раскладки. Ну и опять же, самым важным инструментом для исследователя является его дневник, который он ежедневно вносит записи. И хотел бы опять вам продемонстрировать на примере, что вот, например, у нас есть фотография Николая Николаевича Миклуха Маклая. То есть это фотография, сделанная в экспедиционном костюме. Фотография сделана под специальную сцену, то есть она сделана специально для постановочной, но даже во время фотографирования у Николая Николаевича Миклуха Маклая в руках записная книжка. То есть настолько это, опять же, момент отражает, насколько важно вообще вести в экспедициях дневниковые записи, насколько важно как раз-таки фиксировать весь вот этот материал. Ну и для прокладки маршрута, естественно, мы определились, что мы с собой возьмем, какие у нас цели задачи, какая у нас команда. Опять же, нам необходимо собрать всю доступную информацию о расположении наших объектов исследования. Естественно, главным источником информации здесь у нас будут карты. Карты можно получить уже сейчас не только из литературы, можно лично посмотреть все эти снимки. И, естественно, важно учитывать, что информация из всех этих источников может оказаться не совсем точной. Поэтому всегда важно оценивать трудность проходимого маршрута. Если вдоль него, например, места, где вы можете пополнить свои ресурсы, вы должны учитывать, какие погодные явления характерны для этого маршрута. Естественно, хотел бы опять же отметить, что целиком на технологии полагаться-то и нежелательно, поскольку, например, вот эти спутниковые навигаторы, карты в телефонах, это, конечно, всё хорошо, но техника всегда может выйти из строя. Особенно на Новогвинее, где, например, влажность воздуха свыше 80%, температура не менее 25 градусов, естественно, есть риск того, что техника может выйти из строя. И в этом случае вам обязательно помогут карты. Естественно, отправляясь в экспедицию, мы должны подумать об одежде и обуви. То есть правильно подобраны, соответствующие времени года, природным условиям. Одежда – это одно из обязательных условий успешной экспедиции. Основные принципы подбора одежды заключаются в следующем. Например, одежда должна иметь минимальный вес при одинаковых своих теплоизоляционных свойствах. То есть одежда ваша не должна быть массивной, не должна быть тяжёлой. Она должна быть, так как вам отправляться на берег Макла, это довольно неблизко. Поэтому, естественно, нужно как раз-таки вес всего этого рассчитывать. Одежда ваша должна быстро высыхать, то есть ходить тоже постоянно в сырой одежде. Сами понимаете, это некомфортно, это может привести к дальнейшим последствиям. Одежда, важно сказать, что должна защищать ваши руки и ноги от солнца днём. Потому что напомню, что на новой глинея аж 27 градусов, в принципе, 25 – постоянная температура. И ночью у вас длинные рукава и штаны будут защищать от кровососущих насекомых, в принципе, от какого-то дефекта кожи от каких-либо растений. Так что это, естественно, важно учитывать. Ну и обувь. Главное требование к обуви – это у нас удобство, лёгкость, достаточная защита ног. И главное тоже, что обувь должна быть доступна для быстрой сушки. Потому что важно отметить, что на берегу Маклая мало кто предоставит сушилку, например, кондиционер для высушивания белья, стиральную машину и так далее. То есть, естественно, вероятно, может случиться такое, что вы будете сушить свои вещи либо на костре, либо просто они будут сохнуть, и потому что власть большая – это будет довольно длительный процесс. Поэтому ваша обувь должна в этом плане быть максимально комфортабельной и уникальной. И вот вы со знаниями о регионе, оборудованием в нужной одежде, спланировали маршрут, прибыли на место экспедиции. И тогда настаёт время первого знакомства как раз-таки с коренным населением берега Маклая. И первое знакомство с коренными жителями, важно сказать, это один из важнейших моментов экспедиции. Ведь в этом случае вы показываете уважение к их культуре, традициям, вы демонстрируете ваши мирные намерения, а также, естественно, чётко, кратко и понятно рассказываете, зачем вы туда прибыли, какая цель у вашей экспедиции. Например, по прибытии на берег Маклая в 2017 году российские учёные собрались в деревне Гаренгу, чтобы познакомиться с потомками Туя, того самого, например, Папуаса, Туя, ставшего другом, приводником Миклуха Маклая в XIX веке. Руководитель экспедиции Николай Николаевич Миклуха Маклай поделился с местными жителями, с Туем, планами исследователей, представил отдельно каждого участника экспедиции. И, что немаловажно, Николай Николаевич купил тогда заранее, что тоже важно учитывать, и привёз на лодке местным жителям свинью, которая была передана потомкам Туя, чему они были очень рады. И благодаря вот этой грамотно проведённой информационной работе Николай Миклуха Маклай знал, что свинья для папуасов — это очень ценный подарок. И именно этот подарок в дальнейшем помог ему собрать коллекцию предметов культуры, материального быта, так как в знак благодарности папуасы делали подарки со своей стороны, как и во времена Николай Николаевича Миклуха Маклая в XIX веке. И папуасы, можно сказать, ничего не просили взамен. Естественно, для сбора важно отметить важность знания языка и культуры местных жителей, так как для сбора информации вам понадобится знать местный язык. Как мы с вами уже знаем, на Новогвинее говорят на английском, на Ток-Песине — это смесь английского и немецкого после колониальных времён. Ну, естественно, вот эти 867 языков, их все, естественно, знать не надо, но если вы отправляетесь на берег Маклая, важно воспользоваться вот этим словариком Николая Николаевича, которым в XIX веке он записал 350 слов, и уделить внимание местному языку. И, в принципе, важность вот этого знания, нескольких слов хотя бы и выражений из языка деревни Маклая, вот этим вы покажете своё уважение к культуре коренных жителей. И что в России вот эти знания перед Николаем Николаевичем и Кухмаклаем, они всё так же хранят, россияне так же хранят в памяти, как и папуасы хранят память о нашем великом путешественнике. Ну, естественно, факт, что экспедиция подготовлена заранее, она так, он очень сильно облегчает вам задачу проведения вот этих полевых исследований и нелетко занимает как раз-таки, то есть вы проходите вот этот этап, который может занять много времени, это знакомство и схождение в контакт, как отмечали и советские учёные, и на современности. То есть благодаря вот той доброй памяти, которую вот психологический барьер преодолел Николай Николаевич, это оказало службу многим поколениям исследователей из 100 лет и спустя 150 даже лет. И тот факт, что коренные жители предупреждены заранее о вашем прибытии, сейчас это в принципе сделать возможно, всё это, естественно, облегчит вам проведение исследований. И, конечно же, как раз-таки позволит местным жителям, то есть не вам искать иногда местных жителей для сбора легенд и преданий, они сами к вам будут приходить, потому что они уже знают, кто вы, и у них, может быть, созреют там какие-то свои истории, мифы, которые они смогут вам рассказать. Вообще сбор вот этих легенд, преданий, коренных жителей, это всё занимает одно из важнейших мест этнографической экспедиции. И есть даже определённые правила сбора вот этой всей информации, местных преданий, мифов, соблюдение которых, опять же, значительно облегчит вам работу вашего исследовательского и сделает её более комфортной и, что важно, успешной. Например, исследователь должен заранее подготовиться к встрече с жителями деревни и примерно продумать очерёдность вопросов, которые он будет задавать. И, естественно, будет примерно знать, о чём как раз местные жители смогут ему рассказать. И одним из важных правил как раз-таки проведения экспедиции, проведения вот этого сбора как раз-таки мифов, преданий, легенд является тот факт, что нужно помнить, что в основном люди, которые носители вот этой всей информации, вот этих всех историй, это люди довольно преклонного возраста, поэтому подход нужен особенно, и, естественно, не нужно злоупотреблять их физическими, моральными возможностями. И лучше всего, опять же, когда вы будете уже собирать всю эту информацию, начинать беседу не с прямого вопроса, там, например, а какая, например, как вы отнеслись к прибытию советской экспедиции. То есть резко человек задаёт вопрос, естественно, он слегка пишет. Для начала немного лучше поговорить о бытовых делах, то есть, и, естественно, если уж рассказывать историю, то сначала попросить его рассказать его любимые местные легенды, местный фольклор, и тогда уже между вами завяжется разговор, и вам уже будет легче собирать всё это материал. Естественно, нам также важно поговорить не только о сборе мифов, преданий, легенд, но и предметов быта, то есть как раз бытования папуасов. И технология вот этого сбора, она тоже не так проста, как может, в принципе, показаться на первый взгляд, ну, что там, взял экспонат и всё. Нет, это, естественно, так не делается, и учёному важно найти не только предмет, но и собрать о нём полную информацию. Иначе после экспедиции, особенности на Новую Гвинею, у вас не будет возможности что-то переспросить или уточнить, то есть написать там, найти ВКонтакте, Фейсбуке, на электронной почте, к чему принадлежит, естественно, подобное блюдо или барабан, естественно, на это рассчитывать не стоит ни в коем случае. И все вот эти данные как раз-таки для сбора предметов быта, они расположены на данном слайде. Это, естественно, нужно знать его название, возраст, сколько этому предмету, какая биография у неё была у прежних хозяев, какие у неё были аналоги, то есть какому району он принадлежит, где вы это всё собрали. Ну, естественно, важно знать, кто это всё собрал. Ну, опять же, у нас важнейшей задачей экспедиционного коллектива, важно помнить, является не только сбор предметов материальной культуры и быта, но при этом их правильная транспортировка и хранение. То есть собрать — это их одно дело, а довезти уже — это совсем другое, поэтому к этому также важно отнестись с ответственностью. Безусловно, отправляясь в экспедицию, мы всегда должны помнить о правилах безопасности. То есть вообще уровень вот этой опасности, который может быть в экспедиции, он сильно зависит от маршрута, продолжительности, вида работ участников. Но в основном уже мы живём в 21 веке, поэтому, естественно, всё об этом можно продумать, предостеречь. И, в принципе, большая часть экспедиции проходит довольно в таких безопасных условиях. Ну, естественно, наше снаряжение. Чтобы это всё не провоцировать, чтобы провести экспедицию с максимально комфортным и при этом качественно собрать весь материал, чтобы вас ничего не отвлекало, нужно подобрать соответствующее снаряжение, например, чтобы оно соответствовало именно вашей экспедиции. То есть чтобы у вас была одежда, обувь, спальные мешки, марлечка, например, вот эта, чтобы спать, чтобы было комфортнее, потому что, естественно, многие... На Новой Гвине, естественно, ночью есть комары, а многие боятся, что комары как раз-таки в плане переносчики малярии, поэтому, естественно, в этом плане, если вы спите в дикой местности, вам будет гораздо спокойнее. Естественно, всё ваше оборудование и одежда должна соответствовать требованиям, о которых мы говорили раньше, но она при этом должна быть рассчитана на наихудшие условия в районе экспедиции, наихудшие подобные, погодные, я имею в виду, условия, чтобы, например, не было что-то, что не защищает от ветра, но при этом защищает от солнца. Нет, должно всё быть довольно универсально. Ну, естественно, еду нужно рассчитывать с момента, что у вас может быть определённая задержка в экспедиции. Ну и также важно знать, естественно, что в экспедиции всегда нужно сохранять трезвость ума, как это делал Николай Николаевич Миклух Маклай, когда знакомился с Пасова с папуасами, ложился спать на циновку, хотя как бы они внешне ему угрожали, чтобы посмотреть, какая у него вообще будет реакция. И тут также нужно продолжать традиции, нужно всегда быть спокойным, миролюбивым, уравновешенным и дружелюбным. Это как раз-таки поможет успешному проведению вашей экспедиции. Ну, естественно, как раз здесь продемонстрированы фотографии из экспедиции 2019 года. Здесь вы можете посмотреть и на форму одежды учёных, и вообще на то количество бодобгажа, которые у них есть. И, естественно, по возвращению из экспедиции вас ждёт этап обработки результатов, полученных как раз-таки за время вашего путешествия. На первый взгляд может показаться, что это самый простой этап из тех. То есть мы тяжело готовились к экспедиции усердно, мы тяжело работали в самом полевом исследовании, в самой экспедиции. Ну, потом уже легче, там можно обработать результаты. На самом деле всё обстоит не так, и этап как раз-таки в этом плане, этап обработки результатов содержит вот эту, свою вот эту изюминку, которую важно не расслабиться, важно не расслабиться после экспедиции и довести дело до конца. Например, естественно, когда уделялось большое внимание подготовке экспедиции, проведению экспедиции, может показаться, что это довольно просто в плане обработки результатов, но нет. Важно помнить, что экспедиция сама — это способ получения данных, это способ получения информации. Естественно, результатом исследования является обработка всей этой информации, а не какой-то набор фактов, отдельно набор предметов культуры и быта. Нет, всё это надо между собой соединить. Итак, всё-таки у нас возникает вопрос, в какой форме или формах мы вообще можем представить результат своего исследования. Безусловно, если вы провели научную исследовательскую экспедицию, вам необходимо подготовить научную статью, выступить с ней на конференции, издать её в авторитетном научном издании. И для этого, естественно, нам необходимо выяснить, что такое научная публикация. И это, в принципе, не тот текст, который написан научным языком или как-то так. Это, в принципе, такой текст научного характера, в котором приводится анализ и результаты вашего исследования, как раз таки, который проводили один или несколько учёных. Да, запубликовав научную работу, вы можете упрочить свой статус известного учёного, исследователя, но только в кругу учёных и близких к учёному кругу людей науки. И, как известно, далеко не все из нас читают научные журналы. Ну, естественно, вот научно-популярные журналы, книжки, блоги на Ютьюбе, на телевизоре смотрят многие, равно как и посещают выставки в музеях, например. И в этом случае вы можете уже рассказать широкой аудитории, от мала до велика, о своём путешествии простым и понятным языком. Вот это вот умение грамотно, доступно писать научные, научно-популярные тексты — это важная черта современного исследователя, который, важно сказать, также ставился Николай Николаевич Миклух Маклай. Недаром его дневниковые записи из Новой Гвинеи, из Австралии, из Юго-Восточной Азии, которые предназначены для научных целей, их также используют учёные, они ныне представлены в разделе «Путешествия» из-за вот этой доступной подачи ценных научных знаний. Ну, естественно, важно помнить, что материал в вашей статье, в вашем тексте, он должен быть структурирован, то есть он точен, чтобы читатель мог проследить вот эту вот как раз-таки последовательность ваших рассуждений. Ведь важная цель — донести научному сообществу, широкой аудитории — итоги вашего путешествия, чтобы пробудить вот этот живой интерес и продолжить отечественные традиции изучения этого региона. И может показаться, естественно, что современная наука, она уже настолько сложна, глубокая, что, в принципе, в современности нет места новым открытиям в области этнографии, истории и прочим. Но, как отметил один из участников российской экспедиции на берег Маклая, научный сотрудник Института этнографии и антропологии РАН Игорь Чининов, он сказал, что именно на примере изучения материальной культуры папуасов, жителей берега Маклая, можно наглядно убедиться, как вчерашний день, то есть тот же каменный век иногда, то есть период вот этот как раз-таки 100 лет назад, больше 100 лет назад, уживается днём сегодняшним, современными технологиями, современной цивилизацией. И, естественно, он отметил, что всё это легко встретит день завтрашний. И как раз-таки завтрашний день — это вот исследование наших молодых учёных, наших молодых исследователей. И тоже важно сказать, что берег Маклая сам по себе стал берегом жизни для Николая Николаевича Миклуха Маклая в XIX веке. То есть, побывав здесь один раз, он уже стремился туда до последних дней своей жизни. И вот это загадочное место, которое он, как считал, похоже тоже на мечту человека об вот этом уделенном, нетронутом рае, которое населено людьми, где ещё главным остаются нематериальные ценности. То есть, естественно, всё это побуждает в душе лучшие чувства. И важно отметить, что это отмечали и как в XIX, Николая Николаевича Миклуха Маклая, в XX, и, естественно, в XXI веке потомкам и полным тёзкам Николая Николаевича Миклуха Маклая младшей. И, естественно, Миклуха Маклая в XIX веке, он стремился сохранить всё это для будущих поколений, и в том числе, чтобы будущие поколения продолжили. Все эти исследования, ведь берег Маклая, Папуа, Новый Гвине, это настоящее сокровище и ценный источник вообще знаний, ценный источник исследований для будущих исследователей. И наша цель как раз-таки продолжение исследований Нового Гвинея с привлечением именно вас, молодых исследователей. И важно всегда помнить, что для исследований место там найдётся всем. То есть, естественно, можно изучать, как их традиции уживаются современной культурой, современной цивилизацией, как она влияет. Вы можете изучать материальную культуру и быт, какие у них обряды, какое у них питание. Но также на Новом Гвинеи вы сможете изучать и зоологию, и ботанику, потому что там 5% мирового биоразнообразия. То есть 5% того, что из Нового Гвинеи, в мире этого нет. То есть это уникальный уголок земного шара, берег Маклая, где вы можете проводить абсолютно комплексные исследования, естественно, совершить, что самое главное, открытие, чего от всех вас мы ждём. Хотел сказать также о конкурсе, всероссийском конкурсе фонда имени Миклуха Маклая, который называется «Экспедиция трёх веков по следам Миклуха Маклая», где вы сможете разработать проект своей собственной уникальной экспедиции и, естественно, представить его жюри. В жюри будут ходить и Николай Николаевич Миклуха Маклая, и я, и многие другие учёные. Поэтому, естественно, каждая из ваших заявок будет рассмотрена отдельно и, естественно, очень тщательно. Поэтому мы всех призываем участвовать в этом уникальном конкурсе. Это уникальная возможность продолжить свою преемственность отечественных исследований Нового Гвинеи и при этом самому напрямую как раз-таки войти в этот процесс и войти, вероятно, в историю. Потому что, я думаю, вы уже многие захотите или захотели отправиться в экспедицию на Новую Гвинею. Всё это возможно для посещения на сайте «Экспедишн» mikluchamaclaya.ru. И я, естественно, также хотел вам показать сайт проекта, чтобы у вас было как раз-таки такое довольно короткое пособие, как всем этим пользоваться, сайт «Экспедишн» mikluchamaclaya.ru. Он, в принципе, состоит из нескольких вкладок. Он довольно прост для понимания. Поэтому на первой странице вы можете найти всегда информацию о проекте, график мероприятий, график проведения конкурса, например, ознакомиться с историей, с преемственностью отечественных исследований на Новой Гвинеи. У вас есть также ссылка на библиотеку, то есть у вас есть доступ к материалам с 19 по 21 век об отечественных исследований на берегу Маклая. То есть, естественно, это облегчает вам работу над вашими проектами, и вы можете их сделать более качественными, более насыщенными. Ну, естественно, и ссылка полезная. По этой ссылке вы можете найти и документальные фильмы, и выставку экспедиции трёх веков по следам Маклая. Ну, естественно, вкладка с конкурсом. И чтобы пройти в конкурсе, он стоит из двух этапов. То есть сначала вы проходите тестовые задания, там около 30 тестовых заданий, посвящённых как раз-таки взятых из лекций, которые мы с вами слушали, после чего вам уже будет легче представить проект собственной экспедиции. То есть мы видим здесь как раз-таки вот этот тест. Вы проходите тест, если вы проходите правильно, то вам уже открывается доступ к подгрузке вашего эссе. То есть вашего эссе, как раз-таки, которое будет включать название вашего исследования, цели вашего исследования, задач. Надеюсь, сейчас сайт виден. Как раз-таки название исследований, цели исследований, задач, что вы с собой возьмёте, что вы будете изучать и какие результаты вы ждёте от ваших экспедиций. И когда, естественно, всё это вы отправите, всё это придёт к нам. И после чего уже, естественно, вы будете участником конкурса и получите электронный сертификат исследования. И я больше чем уверен, впоследствии внёсёте свою лепту в отечественные исследования Новой Гвинеи. И вот как раз сейчас тот сюрприз, о котором я говорил. Сегодня на лекции присутствует Николай Николаевич Миклух-Маклай, директор и основатель фонда имени Миклух-Маклая, что сам главный руководитель экспедиции 2017-2019 годов, который из первых уст может рассказать вам о проведении экспедиции, о моделировании экспедиции и ответить как раз-таки на все ваши вопросы. Я тоже открыт для ваших вопросов, поэтому, естественно, мы их ждём как в чате, так и в видео. И будем, естественно, рады на всё это ответить. Уважаемые коллеги, я, если позволите, возьму два слова. Во-первых, я хотел поблагодарить Артёма за прекрасно подготовленный материал. Я сам, как вы знаете, организовывал экспедиции 2017-2019 годов. Это научно-исследовательские экспедиции, которые привели сейчас к тому, что мы более активно в России изучаем этот регион и организовали Всероссийскую ассоциацию российских исследователей этого региона. А также возобновили отношения не только в научной сфере, но и в культурной, гуманитарной, деловой. То есть ваши экспедиции, которые вы будете организовывать, смогут всесторонне повлиять на отношения между людьми. Потому что отношения не только в одной сфере строятся, они очень часто развиваются в многостороннем порядке. И никогда мы не знаем, каким образом это может произойти. Я хотел некоторые вещи. Если позвольте, пока вы готовите вопросы, я очень рекомендую, если они у вас есть, не стесняться задавать некоторые вещи. Я бы хотел немножко дополнить, потому что Артем превосходнейшим образом подал материалы. Единственный есть момент по поводу цели. Он сфокусирован на том, что, безусловно, цели у нас должны быть поставлены очень четко. Однако не бойтесь ставить, я очень прошу вас, цели те, которых вы даже не представляете во всех деталях, как вы можете достичь. А потому что, к сожалению, не всегда мы можем знать, к чему нас может это привести. Например, я ставил своей целью научно-исследовательской экспедиции подружить народы России и Папу Новогвине. У меня первые шаги получились. Потому что я изначально непосредственно собирал материал таким образом, чтобы рассказать россиянам о Папу Новогвине и подготовить материалы о России для наших новогвинеевских друзей. Для того, чтобы наша ниточка, наша связь была не только через научно-исследовательскую экспедицию, а и через действительно дружбу между этими людьми. Поэтому ваши цели могут быть всесторонними не только в области науки, потому что эти общественные задачи, они тоже очень важны. Ну и хотел обратить внимание на то, что этот проект, в принципе, все эти лекции имеют единственную цель. Не просто вам рассказать об этом, а приобщить, чтобы вы попробовали себя и не стеснялись и не боялись. Я когда-то мальчишкой смотрел на берег Маклая. И для меня берег Маклая был дальше, чем Луна, потому что я знал прекраснейшим образом, как добраться до космоса, потому что в то время космические корабли легко взлетали и бороздили космическое пространство. И было четко понятно абсолютно, что нужно сделать, чтобы стать космонавтом. Вот что нужно сделать, чтобы добраться до берега Маклая, было непонятно. Когда я стал уже во взрослом возрасте, я представлял, что до берега Маклая настолько просто добраться, что зачем организовывать какие-либо экспедиции, это, наверное, никому не надо. И вот здесь вот я сделал для себя самое главное открытие. Оказывается, первое, не так-то просто. В то время, когда мы добирались, не было ни виз, ни каких-либо других доступных моментов, чтобы нам объяснили, как это сделать. И шесть дней первый раз мы добирались. Шесть дней только на самолетах. Сейчас это легко за пару дней сделать. И второй момент, оказывается, если этот район не изучает, это не значит, что он неинтересен. А это значит просто, что не все знают, как его изучать. Я предлагаю присоединиться к изучению этого уникального уголка планеты, в котором Россия действительно занимает не маленькое место, а значимое, самое значимое место в изучении этого региона. А еще одна из причин, почему мы можем внести вклад совместно с вами, потому что действительно, изучая этот регион, как Даниил Давидович Тумаркин и руководитель предыдущих экспедиций, российских, советских экспедиций, сказал, что уникальность этого региона заключается в том, что мы можем проследить развитие человеческой цивилизации, начиная от каменного века до сегодняшних дней. Потому что Микоха Маклай 150 лет назад, в 19 веке, встретил людей, которые не знали, что такое железо. И сейчас мы можем посмотреть вот эту всю динамику, потому что у нас есть экспедиции в 20 веке и в 21. Поэтому присоединяйтесь, не бойтесь. И мы, самое главное, что готовы будем не просто поучаствовать, а помочь вам добраться до берега Маклая, если найдем тех людей, которые такие же будут бесстрашны и готовы действительно к серьезным поступкам. Если есть вопросы, то Артем или я, мы готовы будем вам ответить. Я вижу, тут есть два вопроса. Первый касательно того, будут ли издаваться книги о новых экспедициях, о самом Миклуха Маклая, может, будет что-то переиздаваться. А второй вопрос как раз о планах на экспедиции на ближайшее время. Ну, я бы в первую очередь сфокусировался бы на том, что мы должны обсуждать ваши планы. И сегодняшняя встреча, это не встреча Миклуха Маклая или Артема Гарина по вопросам наших планов. Мы сегодня обсуждаем ваши планы. И мы сегодня позволим и поможем вам спрогнозировать ваши планы по организации новой экспедиции. По поводу непосредственно изданий. Ну, во-первых, мы подготовили 200, не 200, а 35 книг отобрали в нашей библиотеке. Артем, если можно, покажите экран с библиотекой у нас есть на сайте. Библиотека фонда имени Миклуха Маклая. Там отобрано 35 изданий, которые могут вам рассказать всецело и очень доступной форме о экспедициях Миклуха Маклая как научно-популярной литературы, так и художественной литературы, так и научной литературы и статьи. Все эти статьи у нас в сканированном виде. Мы подготовили это как в виде скана. И эту серьезную работу мы провели совместно и отобрали именно то, на что можно опираться. Вы можете кликнуть и посмотреть. Это все здесь. У нас есть подборка именно изданий. Это вы уже ниже листаете, посмотрите повыше. Вот он сайт library.mikluchamaklaya.ru и соответственно мы ее можем найти в каталоге просто набрать библиотека фонда. Теперь касаемо переизданий. Буквально вчера мы презентовали новое собрание сочинений. Это второе собрание сочинений Николая Николая Качевна Куха Маклая. После основанное на тех трудах, которые были уже изданы институтом этнологии и антропологии имени Миклухамаклая. И вот это новое современное издание вышло благодаря совместной работе нескольких научных заведений, таких как институт этнологии и антропологии, институт востоковедения при поддержке российского фонда культуры и конечно же фонда имени Микуха Маклая. В этом издании есть уникальная возможность впервые действительно посмотреть это все в электронном виде. Артем, нажмете на кнопочку скачать? Вот издание, оно дорогого стоит во всех отношениях, потому что сейчас как перелистывая вы его можете посмотреть, так и скачать и к нему обратиться. Все это сделано нами, не в рамках проекта, но дополнительно к этому. Это является, я считаю, что бестселлером в области изучения не только региона, а в изучении подхода к этнографической науке и также возможности действительно окунуться в тот мир путешествий, потому что когда вы возьмете этот научный труд, вы поймете, что вы поймете, почему всегда сочинения Николая Николаевича Микуха Маклая, несмотря на то, что имели невероятную научную ценность, стояли в разделе путешествия, потому что именно благодаря той подаче информации в него были влюблены, начиная от школьников, заканчивая действительно ученых, увлекательнейшим образом подан материал. Очень рекомендую. Вчера мы только его презентовали, оно было признано со всех сторон, поэтому я могу вам сказать, что это собрание сочинений очень поможет, будет вам под спорьем. Но вообще у нас подготовлены все на сайте материалы, ответы на вопросы, то, что вам Артем вначале начал показывать. Я очень рекомендую обратиться к сайту нашему, потому что именно этого проекта, потому что именно благодаря тому, что вы сможете потренироваться, ответить на вопросы, посмотреть несколько фильмов, я бы рекомендовал сейчас дождаться 1 апреля, когда можно будет начать участвовать в конкурсе. Беспрецедентный будет конкурс, возможность действительно поучаствовать при кураторстве, я предполагаю, ваших преподавателей и учителей, потому что надо отдать должность, что у нас сегодня немало людей собралось по той причине, что действительно, благодаря вашим учителям, им большое спасибо за это, низкий поклон за то, что вы продолжаете и даете возможность молодому поколению приобщиться к исследовательской деятельности и память о Микуха Макая, который всегда был великим гуманистом и человеком, который боролся за права всех народов. Это пример очень подражания неплохой. Вот, поэтому эти издания есть. Есть, я думаю, я ответил на вопрос, если есть, может быть, вопросы еще по экспедиции. По тому, как вам смоделировать экспедицию, как я, я уже смоделировал. И 17-19 год, материалы есть, есть материалы возрождения российских исследователей на сайте Института Востоковедения, моей статьи. Я думаю, что можем скинуть. Артем, можете скинуть возрождение российских исследований? Ссылочку сюда в чат. Это моя статья по итогу как раз этой экспедиции. Я думаю, что можем поделиться, правильно? У нас есть на сайте. Как раз вот актуальные статьи. Поэтому она тоже будет хорошая. Да, 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 пришли. Сейчас мы скинем вам тоже. Есть еще вопрос о книгах для детской аудитории. Планируете ли выпускать для библиотек? Ну, как раз вот для детской аудитории есть книги, которые мы подобрали, потому что именно вот из тех сканированных книг, тех сканов, они, они существуют. И там можно посмотреть. По поводу выпуска. Мы сейчас работаем над изданием, илистрированным изданием. Называется «Экспедиция трех веков по следам Миклуха Маклая». Одноименная. Мы будем рассказывать вместе с иллюстрациями Миклуха Маклая советских экспедиций наших о именно экспедиционной деятельности. И вот это издание будет доступно. Оно также у нас будет по заявке предоставлено безвозмездно от нашего фонда. Единственное, что вам надо будет оплатить доставку. Поэтому библиотеки и школьные учреждения, если составят заявку, смогут получить. Их ограниченное количество. Мы будем в первую очередь их выдавать только тем, кто участвует у нас в конкурсе. Пишут, что это великолепная, огромная работа и нужная. Все искренне увеличены личностью великого ученого Миклуха Маклая, смотрят сайт фонда и знакомятся с фильмами. Отлично. Мы еще предлагаем вам посмотреть один фильм. И будем очень благодарны, если вы напишите свои отзывы. Фильм не относится к проекту, но относится к 175-летней годовщине Николая Николаевича Миклуха Маклая. Вы впервые сможете его посмотреть до того, как он выйдет на экраны. 17 июля день рождения Миклуха Маклая, день этнографа. И в этот день будем поздравлять всех, кто участвовал и тех, кто выиграл, разумеется, в этом конкурсе, в котором можно участвовать, начиная с 1 апреля. И в этот же день будет премьера фильма «Жизнь и путешествие Николая Николаевича Миклуха Маклая». Предлагаем вам подписаться на канал YouTube фонд имени Миклуха Маклая и там посмотреть этот фильм. До того, как он выйдет в премьеру, немножечко познакомитесь с его жизнью, если вы действительно этим интересуетесь. А так, вы знаете, мы ждем вас в экспедиционной деятельности, будем говорить не о том, как мы планируем наши экспедиции, мы планируем, мы сделаем, а как запланировать вашу, и будем готовы вам помочь. Вообще, конечно, потрясающая эта система, когда мы можем вот так вот в режиме онлайн общаться. Это невероятно, конечно. Если раньше, например, представляете, нам нужно было путешествовать и большое количество времени тратить на переезды. В этом, конечно, есть изюминка невероятная. Но то, что мы можем донести информацию и пообщаться с вами в режиме онлайн, это дорогого стоит. Я еще раз хочу поблагодарить Артема за лекцию, и тех, кто участвовал и организовал возможность молодому поколению наших учащихся приобщиться и посмотреть на эту лекцию, превосходнейшим образом подготовленной. И приглашаем на наш сайт, приглашаем участвовать. К 1 апреля посмотрите пару фильмов, и очень хотелось бы, чтобы вы начали уже планировать свою экспедицию. Делайте на основе того, что уже сделано, и будет, я уверен, потрясающе. Не надо придумывать совсем что-то новое. То новое, что будет, вы откроете в своей экспедиции, основываясь на тех знаниях и на том опыте, который мы получили в предыдущих экспедициях. Я прощаюсь с вами, передаю слово Артему. Благодарю за ответы на вопросы, за замечательное представление деятельности фонда имени Миклуха Маклая. Действительно важно ребятам с этим, со всеми ученикам, и учащимся, и учителям, естественно, со всем этим познакомиться. Спасибо большое видеоотклики о просмотре фильмов фонда, о знакомстве с материалами фонда Миклуха Маклая. Естественно, спасибо вам за это огромное. Это лучшее, наверное, что может быть, что в итоге с этим знакомится поколение, вообще, нерусиян. И, естественно, призываем вас всех опять же к участию в нашем конкурсе экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая. Ссылки на фильмы документальные, на сам конкурс, все есть в чате. Поэтому я надеюсь, что все это вы скопировали, все это будете использовать как раз-таки, и впоследствии продолжится все-таки российский, вот это преемственность российских исследований Новой Гвинеи и берега Маклая. Я думаю, на этом с вами мы нашу сегодняшнюю лекцию заканчиваем. Спасибо еще раз всем присутствующим. Спасибо библиотеке Пушкина. Спасибо огромное Николаю Николаевичу и Кух Маклая, что так разнообразил сегодняшнюю лекцию. Рад был работать с вашими школами, с вашими обязательными, с библиотеками. И надеюсь встретить вас как раз-таки, ваши заявки на конкурсе, посвященном моделированию экспедиции. Спасибо вам большое. И, да, действительно, до новых. Желаю, скорее всего, надеюсь, скорейших встреч. Продолжение следует...